Давайте пойдем от Евросоюза. Евросоюз строит общество потребителей, да? Наверное, какие-то потребительские ценности бытуют рядом с высокопатриотичными. И в этом смысле не можем ли мы сказать, что рационализируется и сам патриотизм, он становится каким-то, может быть, товарным, да, может быть, каким-то технократическим. Вот, кстати говоря, тоже есть одна цитата из нашего блога. Наш интернет-пользователь пишет. Патриотизм в бытовом плане для меня лично это покупка обуви фирмы Марка, телевизора «Горизонт», стиралки «Атлант». То есть здесь уже мы видим на нашей белорусской почве некое товарное выражение патриотизма. Покупай белорусское и так далее, и так далее. Можем ли мы говорить, что это тоже какое-то переложение потребительского общества на наши традиционные белорусские патриотические традиции? Ну, наверное, отчасти можем так сказать. Хотя, наверное, категорию патриотизма нельзя перевести в материальное измерение, потому что это что-то другое, это то, что мы говорим, это часть нашего сознания. Ну хорошо, а как быть с этим фактом? Вот 70% белорусов предпочитают покупать белорусский товар. Ну, это замечательно. Это чисто выбор потребительский или патриотический? Я думаю, что в этом есть элемент патриотизма, и он очень просто объясняется. Ну, во-первых, вы знаете, наша государственная политика и знаменитый наш слоган «Купляйте белорусское». Ничего плохого в этом нет. И импортозамещение, да? Да, иногда иронизируют по этому поводу, но на самом деле ведь ничего плохого нет в этом. Потому что таким образом мы на самом деле поддерживаем наших производителей. А что такое наши производители? Это наша индустрия, наша экономика, и это в конечном итоге достойный социальный уровень и состоятельность нашего государства. А тогда мы как с вами, как хорошо знающие экономику, размышляем, да, и начинаем приходить к выводу, что рынок – это конкуренция, да? Да. А когда мы навязываем как бы только нашего производителя, мы как бы вставим его в неконкурентные условия. Вот, кстати, по этому поводу тоже еще один наш интернет-пользователь пишет. Андрей Сысо, гнать вал, сделанный в Беларуси, и проводить политику покупать белорусское, не совершенствуя качество товара – это не патриотизм. Замечу, конкуренция, но добросовестная конкуренция, и мы тогда должны все-таки заботиться о защите собственных производителей. Здоровый экономический торговый протекционизм, он везде есть. Давайте возьмем рынок Европейского Союза, он очень либеральный, он на принципах ВТО, но попробуйте прийти туда со своей продукцией. Вы сразу наткнетесь на антидемпинг, на квотирование, ограничения, на страну с нерыночной экономикой. Что это как не ограничение искусственное? Протекционизм. Что это как не добросовестная конкуренция? Поэтому мы здесь можем быть вполне спокойны, когда мы поддержим своих производителей. Но, конечно, есть и вторая сторона вопроса. Патриотом ты будешь тогда, когда ты производишь качественную продукцию. Производить продукт, который не отличается добрым качеством, это, наверное, и означает не быть хорошим патриотом. Это хорошим, извините.